Корнивовцы идут по дороге, мы их бьём в лоб, и нас с фланга, из леса атакуют марковцы, вот сюда вот. Они нас вышибают, мы откатываемся, они захватывают орудие. Вот на этом месте завтра можно будет переместиться во времени и увидеть события столетней давности, конца июня 1919 года. Здесь реконструируют операцию по взятию Белгорода. Всё будет основано на реальных событиях, говорит кандидат исторических наук Доцет МГИМО Николай Копылов. Завтра он будет представлять чешскую роту Корниловского ударного полка. 23 июня, это по новому стилю, как раз пришли события в районе Белгорода. Это атака на Белгород двух дивизий, которые, сбив заслон Красной армии, к концу дня овладели городом Белгород. Участие примут почти 100 бойцов. У них будут 80 единиц орудия, две пушки, один пулемёт. Пока участники проводят рекогностировку местности и определяют, где разместить специальную пиротехнику. Будет выглядеть как огненный вал, грубо говоря, идёт атакующая группа, идёт работа имитаторов, идёт выстрел, там ответка. Завтра зрители услышат залпы орудий и увидят взрывы, но для этого ещё предстоит подготовить территорию. Особое внимание мерам безопасности. Будет проверяться зона закладок, имитация попадания, потому что мало ли там будет находиться мусор или же посторонние предметы. Бой продлится около полутора часов. За всем будут наблюдать зрители, расположившись на холме. После окончания реконструкции зрители смогут спуститься на поле боя и не просто пообщаться с героями, но и принять участие в событии 1919 года. Например, пройти всеобщее воинское обучение и вступить в ряды Красной Армии. Гости смогут ознакомиться с военными уставами и опробовать оружие в действии, после чего им вручат мандат. Мандат, что гражданин такой-то, такой-то прошёл обучение по программе всего обучения, и что он информирован о том, что по первому требованию военного комиссариата он обязан явиться на призывной пункт для прибытия в Красную Армию. Противостояние Красных и Белых начнётся завтра в 14.00 у села Новая Деревня. Добраться до места реконструкции вы сможете как на своём транспорте. Там будет организована парковка, так и на общественном. Из Белгорода по маршруту 132 и 142 будут отправляться автобусы от стадиона. Вот до этой остановки, которая у меня за спиной, весёлая лопань. Дальше вы поворачиваете налево и следуете указателям. Екатерина Ковалёва, Павел Емелин. Новости мира Белогорья.